Всем здравствуйте! В этом видео расскажу о компании Atomi, основные моменты и маркетинг компании. Итак, Atomi это интернет-магазин без каких-либо обязательств, который реализует продукцию премиум-класса и люкс-класса по доступной цене, без накруток посредников, перекупщиков, оптовиков и так далее. Данная компания существует с 2009 года. Организовали ее в Корее, в Южной Корее. На сегодняшний день данная компания работает в 17 странах мира, имеет миллиардный товарооборот. Вот недавно компания зашла на рынок Европы и Китая. 92% товарооборота приходится на обычных покупателей. И только 8% товарооборота делают дистрибьюторы компании. Это говорит о том, что данная компания является обычным интернет-магазином, где основную часть товарооборота делают обычные покупатели. Здесь нет никаких обязательных ежемесячных закупок. Компания не обязывает покупать ежемесячно. Все покупки только по желанию. За что платит компания? Компания платит за увеличение товарооборота и привлечение новых клиентов. При регистрации в компании вам присваивается ваш индивидуальный номер, ID-номер. Данный ID-номер действует во всех странах, где работает компания. И с данной компанией вы можете построить международный бизнес в любой стране, где работает компания. Итак, компания платит за увеличение товарооборота. О чем это говорит? Это говорит о том, что для того, чтобы сотрудничать с компанией, вы должны увеличивать товарооборот компании, привлекать других клиентов, покупателей, возможно, дистрибьюторов. То есть вы рассказываете другим людям о том, что существует такой интернет-магазин с очень качественным продуктом, недорогим. И привлекаете либо покупателей, либо тех людей, которые приходят на бизнес в компании. В компании бинарный маркетинг, о чем это говорит? Это говорит о том, что вы строите две ветки, левую и правую. То есть под себя вы можете зарегистрировать только двух человек. Дальше всех остальных вы регистрируете цепочкой вниз. Вот таким образом вы регистрируете всех людей. Здесь над вами будет тот человек, который вас зарегистрировал. То есть это клубный интернет-магазин. Регистрация здесь, возможно, только по приглашению. Вас может зарегистрировать действующий участник. Соответственно, ваш спонсор, тот человек, который вас зарегистрировал, если он активный, если он строит бизнес в компании, то он вам будет строить вот эту левую ветку. То есть он себе строит тоже две ветки. Одну и вторую. Вот эту левую ветку будет строить вам ваш спонсор. Вот эту ветку строите вы сами. Это не говорит о том, что нужно забыть про левую ветку, потому что может оказаться так, что вы будете более активно развивать бизнес и ваша правая ветка будет перевешивать. Всегда нужно смотреть на две ветки. Сначала по количеству людей, потом по товарообороту. Так как компания рассчитывает вознаграждение по малой ветке, очень важно, чтобы ваши ветки были примерно одинаковые. Если у вас отстает левая ветка, то вы регистрируете людей сюда. Если у вас отстает правая ветка, то вы регистрируете людей сюда. Если ваш партнер, допустим, вот этот, решил, что он хочет не просто покупать продукцию, он хочет зарабатывать с компанией, он начинает строить себе ветку вот сюда. Приглашает людей, регистрировать их вот сюда. Вот эту ветку ему будете помогать строить вы, а вот эту ветку он строит сам себе. Таким образом, ваша структура будет разрастаться не только в глубину, но и в ширину. Допустим, вот этот партнер принял решение, что он хочет сотрудничать с компанией. Соответственно, он регистрирует людей вот сюда. Вашим товарооборотом будет являться весь товарооборот, который находится под вами. Здесь бинар без ограничений. Абсолютно все люди, которые будут находиться под вами, на любой глубине, абсолютно все люди, которые будут покупать, это будут ваш товарооборот. То есть, никаких обрезаний нет, никаких первых, вторых, третьих уровней нет. Это здесь бинар вниз до бесконечности. Независимо от того, кто пригласил сюда человека, зарегистрировали вы сами человека, либо ваш партнер зарегистрировал человека, либо ваш спонсор вам зарегистрировал человека. Абсолютно весь товарооборот будет считаться вашим товарооборотом. Если вдруг какой-то партнер по какой-то причине передумал, либо ни разу ничего не купил за весь год, например, вот этот партнер, он ни разу за год не совершил покупку в данном интернет-магазине. Через год его контракт аннулируется, его личный кабинет аннулируется. Но все люди, которые были под ними, под этим партнером, которых зарегистрировали вы, либо там партнеры ваших людей, абсолютно все люди останутся в вашей структуре. Просто его кабинет будет гореть красненьким, но весь товарооборот вот этих людей, которые были под этим партнером, он останется, он никуда не денется. Как я уже сказала, бинар без ограничения, но здесь есть ограничения по выплатам, и это очень важно. Почему? Потому что в данной компании вы не сможете заработать больше, чем 7 миллионов рублей, ну, примерно, да, в месяц. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы вся прибыль, все выплаты компании, которые она делает своим дистрибьютором, не стекались с самым-самым первым людям, которые пришли 10 лет назад в Корее, да, чтобы эти все выплаты не стекались вот с самым верхушком. То есть, допустим, вы дошли до самого высокого уровня империал мастера, зарабатываете 7 миллионов рублей, и ваш партнер, к примеру, вот этот, да, тоже отстроил две ветки, и тоже он достиг самого максимального уровня империал мастера. Он также будет зарабатывать 7 миллионов рублей в месяц. Это говорит о том, что состояться в данной компании может любой партнер, а также вы можете спокойно обогнать своего спонсора по выплатам, потому что, к примеру, у вашего спонсора может вот эта ветка быть меньше, чем, допустим, ваша структура. То есть, всегда компания смотрит на малую ветку, вот та ветка, которая у вас меньше, по той ветке считаются вознаграждения. У вашего спонсора может быть одна ветка меньше, чем обе ваши две ветки. Соответственно, вы можете по выплатам перегнать своего спонсора. Вот таким образом. Сейчас расскажу про виды выплат в компании, какие выплаты бывают и за что платит компания. Итак, весь товароборот компании рассчитывается в PV. PV – это внутренние единицы компании, так как компания международного уровня, для того, чтобы не было путаницы в валюте, есть внутренний товароборот компании, который рассчитывается в PV. За приобретение каждого товара начисляются баллы. Какие же бывают вознаграждения в компании? Первый вид вознаграждения – это спонсорское вознаграждение. Спонсорское вознаграждение – это вознаграждение за ваш товароборот, за товароборот, который построили вы. Второе вид вознаграждения – это мастерское вознаграждение. Мастерское вознаграждение выплачивается, когда товароборот по вашей структуре достигает определенного уровня, и тогда вы получаете выплаты не только от товароборота вашей структуры, но еще фиксированные выплаты, которые рассчитываются с товароборота всей компании, во всех филиалах, во всех странах. Третий вид вознаграждения – это подарки за достижение ранга. И четвертый вид вознаграждения – это проценты образовательному центру. Любой партнер компании при соблюдении определенных условий может открыть образовательный центр компании. За открытие данного образовательного центра и за товароборот, который проходит через этот образовательный центр, партнеры также получают дополнительные выплаты. Итак, начнем с первого вознаграждения – это спонсорское вознаграждение. Спонсорское вознаграждение – это вознаграждение за товароборот вашей потребительской сети. Итак, первый вид – это спонсорское вознаграждение. Спонсорское вознаграждение составляет 44% PV от общего количества PV компаний и распределяется между всеми дистрибьюторами согласно их уровню дистрибьюторства. Какие же существуют уровни дистрибьюторства? Первый уровень – это торговый представитель. Торговый представитель. Чтобы стать торговым представителем компании, существует только одно единственное условие – это накопить на своем личном аккаунте от 10 тысяч PV, от 10 тысяч PV, и вы становитесь торговым представителем. Ваши PV на вашем личном кабинете за ваши личные покупки никогда не сгорают, они здесь копятся постоянно, ни при каких условиях они не аннулируются. Только если ваш кабинет не сгорит, если вы в течение года ни разу не сделаете покупку, ваш кабинет сгорит. Соответственно, как только вы купили на 10 тысяч PV, это примерно 2 тысячи рублей, вы становитесь торговым представителем. И если под вами уже есть две ветки, в которых люди покупают, то все их покупки начинают суммироваться и считаться ваше спонсорское вознаграждение. Второй вид. Второй уровень – это агент. Агентом вы становитесь тогда, когда на вашем личном счете накоплено 300 от 300 тысяч PV. Либо есть второе условие. Вы можете стать агентом, если на вашем личном счете меньше, чем 300 тысяч PV, но у вас по одной из малых, по самой малой ветке за прошлый месяц прошло 600 тысяч PV за предыдущий месяц по малой ветке. То есть, если у вас отстроены две ветки и по вашей малой ветке прошло 600 тысяч PV в месяц, на вашем личном счете накоплено меньше, чем 300 тысяч PV, вы также можете стать агентом. Третий вид, третий уровень – это специальный агент. Специальным агентом вы можете стать также в двух случаях. Либо накопить у себя на личном счете 700 тысяч PV, то есть, купить продукцию со своего личного аккаунта на 700 тысяч PV. Либо вы можете стать агентом, если за прошлый месяц по вашей малой ветке прошло 1 миллион 400 тысяч PV. Если по вашей малой ветке прошел 1 миллион 400 тысяч PV, тогда вы можете стать специальным агентом, если на вашем личном аккаунте меньше, чем 700 тысяч PV. Вы можете стать специальным агентом, даже если у вас на счете накоплено 10 тысяч PV, но у вас огромные ветки и по ним проходит товарооборот по малой ветке 1 миллион 400 тысяч. Следующий уровень дистрибьюторства – это четвертый – это дилер. Дилер. Дилером вы можете стать также при двух условиях. Либо, если на вашем личном счете накоплено 1 миллион 500 тысяч PV, 1,5 миллиона PV на вашем личном счете, то есть вы со своего личного аккаунта накопили, сделали покупок на 1 миллион 500 тысяч PV, вы становитесь дилером. Либо вы можете стать дилером, если по вашей малой ветке за предыдущий месяц прошел товарооборот в 3 миллиона PV. И последний уровень дистрибьюторства, пятый – это эксклюзивный дистрибьютор. Эксклюзивный дистрибьютор. Эксклюзивным дистрибьютором вы становитесь тогда, когда на вашем личном счете накоплено 2 миллиона 400 тысяч PV. То есть вы со своего личного аккаунта совершили покупки на 2 миллиона 400 тысяч PV. Либо вы можете стать эксклюзивным дистрибьютором, если по вашей малой ветке прошло за предыдущий месяц 4 миллиона 800 тысяч PV. То есть, по сути, если вы отстроите огромную структуру и на вашем личном счете может быть, допустим, 300 тысяч PV, но при этом по малой ветке проходит 4,8 миллиона PV, то вы станете эксклюзивным дистрибьютором. Теперь про выплаты. Как я уже сказала, компания платит за увеличение товарооборота. Соответственно, вы у себя, допустим, на личном счете накопили 10 тысяч PV. И вы строите две ветки. К примеру, у вас сегодня по этой ветке купили продукции на 50 тысяч PV. По этой ветке у вас купили продукцию на 100 тысяч PV. Эти PV начинают копиться до первого бинарного шага. Что такое бинарный шаг? Бинарный шаг – это когда по вашей малой ветке проходит определенный товарооборот, срабатывает бинарный шаг. Самый маленький бинарный шаг – это товарооборот 300-300. То есть по правой ветке проходит товарооборот 300 и по левой ветке проходит товарооборот 300. Первые 300 – они накопительные. То есть сегодня купили на 50 тысяч здесь, на 100 тысяч здесь. Завтра купили, допустим, на 10 тысяч здесь, на 80 тысяч здесь. И таким образом это все будет суммироваться, пока общим итогом не пройдет, допустим, здесь 300 тысяч и здесь 300 тысяч. Это может быть даже больше. По этой ветке может пройти 500 тысяч, по этой пройдет 300 тысяч. Тогда у вас сработает шаг 300-300. За этот шаг компания вам заплатит спонсорское вознаграждение. Какое спонсорское вознаграждение заплатит компания? Если на вашем личном счете накоплено 10 тысяч PV, вы являетесь торговым представителем, то за такой шаг компания вам выплатит примерно полторы тысячи рублей. Если при тех же самых условиях вы являетесь агентом, и у вас на личном счете накоплено 300 тысяч PV, либо по вашей малой ветке проходит 600 тысяч PV за предыдущий месяц, вы являетесь агентом, то за такой шаг компания вам заплатит за шаг 300-300, компания вам заплатит уже где-то 3800 рублей. В те сутки, когда у вас прошел товарооборот 300-300, условно, то есть по какой-то ветке он будет больше, но по малой ветке должно в эти сутки накопиться 300. У вас срабатывает шаг, вам начисляется вознаграждение, и товарооборот по вашим веткам обнуляется. Товарооборот на вашем личном аккаунте остается без изменения, он никогда не обнуляется. В следующие сутки у вас опять начинают копиться баллы. Такие шаги могут проходить сначала, допустим, раз в месяц, потом они могут проходить раз в два месяца, и по мере роста вашей структуры ваши шаги будут проходить все чаще и чаще и чаще, и потом они будут проходить каждый день, то есть у вас каждый день будут срабатывать шаги. По малой ветке каждый день люди будут покупать как минимум на 300 тысяч пиви, и каждый день вам будут начисляться вознаграждения. Потом, когда ваша структура вырастет, и такие шаги могут проходить каждый день, и это только минимальные шаги, Следующий шаг это 700-700, то есть если за сутки у вас по вашим веткам прошел товарооборот 700-700, то за такой шаг вам компания платит уже 7500 рублей. Даже это может быть не за сутки. К примеру, у вас сегодня по вашим веткам прошел товарооборот, к примеру, 500 тысяч, и по малой ветке прошло 290 тысяч. Так как 300 не накопилось, соответственно, шаг не сработал. В следующие сутки у вас покупают здесь еще на 300 тысяч, и здесь покупают, допустим, еще на 500 тысяч. Таким образом, в эти сутки у вас накапливается здесь 800, а здесь 790. Соответственно, 700-700 срабатывает, и у вас насчитывается вознаграждение по шагу 700-700, и вы за эти сутки получаете 7500 рублей. Следующие шаги это полтора миллиона, когда у вас накапливается по полтора миллиона в сутки. За такие шаги компания выплачивает в районе 15 тысяч рублей. И так далее, и так далее. Следующий шаг это 2,4 миллиона. Когда по вашей структуре проходит товарооборот в малой ветке 2,4 миллиона, соответственно, тогда вам выплачивают еще больше вознаграждения, примерно в два раза больше, чем вот за такой шаг. Это что касается спонсорского вознаграждения. То есть это вознаграждение за товарооборот вашей потребительской сети. Следующий вид вознаграждения это мастерское вознаграждение. Итак, мастерское вознаграждение. Мастерское вознаграждение вам выплачивается в том случае, когда товарооборот вашей компании достигает определенного уровня. Есть также несколько уровней рангов мастерства. Первый ранг это мастер продаж. Мастером продаж вы становитесь тогда, когда вы являетесь специальным агентом, то есть по спонсорскому уровню вы являетесь специальным агентом. Либо у вас накоплено 700 тысяч на личном счете, либо у вас по малой ветке за предыдущий месяц прошло 1,4 миллиона пиви. Вы становитесь специальным агентом. Чтобы быть мастером продаж, нужно быть специальным агентом. И у вас по малой ветке должно пройти товарооборот за 2 недели 2,5 миллиона пиви. Мастерское вознаграждение рассчитывается 2 раза в месяц. То есть есть определенные периоды. Первый период это с 1 по 15 число месяца. И второй период это с 16 по конец месяца. Если у вас в какой-то из этих периодов по малой ветке прошло 2,5 миллиона пиви, вы становитесь мастером продаж. То есть у вас по этой ветке прошло 2,5 миллиона пиви за 15 дней. И по этой ветке у вас прошло 2,5 миллиона пиви. Это может и больше быть товарооборот, но минимум 2,5 миллиона пиви. Вы становитесь мастером продаж. Когда вы становитесь мастером продаж, то помимо вот этих выплат, которые являются спонсорскими, вы еще дополнительно получаете бонусом определенную сумму, которая составляет 10% от общего количества PV-компаний во всех странах. И эти 10% распределяются между всеми мастерами продаж, которые в этот период закрыли данный товарооборот. У мастера продаж эта сумма составляет примерно 27-30 тысяч рублей за 2 недели. Соответственно, если у вас товарооборот в 2 периода прошел больше чем 2,5 миллиона PV, допустим, с 1 по 15 число по малой ветке прошло 2,5 миллиона, с 16 по конец месяца у вас прошло 2,5 миллиона PV, тогда за этот месяц вы получите примерно 54-60 тысячи рублей. То есть 2 раза у вас закроется мастерство и 2 раза вы получите вот такую выплату, 2 раза в месяц. Плюсом вы получите еще и спонсорское вознаграждение за ваши шаги, которые прошли по вашей структуре. То есть это дополнительные выплаты. Итак, первый ранг это мастер продаж. Второй ранг это бриллиантовый мастер. Бриллиантовый мастер. Бриллиантовым мастером вы становитесь тогда, когда в вашей ветке, в этой ветке и в этой ветке вырастет по 2 мастера продаж. То есть вот в этой ветке, к примеру, вот этот человек стал мастером продаж, мастер продаж. Вот этот человек стал мастером продаж. И вот в этой ветке 2 человека, да, мастер продаж и здесь, к примеру, мастер продаж. Вот когда под вами выросло 2 мастера продаж, вы становитесь бриллиантовым мастером. В этом случае вам начисляется дополнительное вознаграждение, которое составляет 5% от общего количества PV-компаний, которое распределяется между всеми бриллиантовыми мастерами. Данное вознаграждение за бриллиантовый мастер составляет примерно в 2 раза больше, чем вознаграждение за мастера. То есть, если мастер получает за один период 27-30 тысяч рублей, то бриллиантовый мастер в 2 раза больше. Следующий уровень мастерства это мастер шаронской розы. Мастер шаронской розы. Вы становитесь мастером шаронской розы, когда у вас в каждой ветке по 2 бриллиантовых мастера. То есть, здесь человек напрямую заинтересован в росте своих людей, потому что чем быстрее будут расти ваши люди в вашей структуре, тем быстрее и выше будете подниматься вы. Четвертый уровень это стар мастер. Стар мастер это, в этом случае у вас должно быть 2 мастера шаронской розы в каждой ветке. Пятый уровень это роял мастер. Роял мастер. Роял мастер, он должен вырастить под собой 2 стар мастера в каждой ветке. Шестое это краун мастер. Краун мастер. Краун мастер должен в каждой ветке у себя вырастить по 2 роял мастера. И самый-самый высокий ранг это империал мастер. Соответственно, у империала мастера должно быть 2 краун мастера в каждой ветке. И, соответственно, выплаты каждого уровня мастерства, они увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Допустим, империал мастер, он получает 0,3% пиви компаний, которые распределяются между всеми краун мастерами. Краун мастер получает 0,5% общего количества пиви компаний, которые распределяются между всеми краун мастерами. Роял мастер это 1% общего количества товарооборота компаний, которые распределяются между всеми мастерами продаж. Вот таким образом. То есть, ну, самые первые, да, это вот, конечно, мастер продаж и бриллиантовый мастер. В дальнейшем выплаты значительно выше. Следующий вид вознаграждения это подарки при достижении каждого уровня мастерства. Итак, за достижение первого ранга мастер продаж компания дарит вам продукцию. Это первый набор ZFM, набор по уходу за кожей стоимостью 7000 рублей. Компания дарит упаковку Hemahim стоимостью 7000 рублей. Компания дарит набор Evening Care стоимостью 2400. Вот эту продукцию вы получаете разово при достижении ранга мастера продаж. При достижении ранга бриллиантового мастера вы получаете ту же самую продукцию. То есть, ZFM, Hemahim и Evening Care. И плюсом компания дарит вам либо ноутбук, либо планшет. За достижение третьего уровня мастер шаронской розы вы получаете путешествие на двоих на 3-4 недели и денежное вознаграждение в размере 100-10 тысяч рублей. За достижение ранга Star Master вы получаете путешествие на четверых на 3-4 недели и денежное вознаграждение в размере 550 тысяч рублей. За достижение роял мастера вы получаете путешествие на четверых на 10-11 недель, бесплатная аренда седана бизнес-класса, корпоративная кредитная карта с балансом 110 тысяч рублей в месяц. И также разовое денежное вознаграждение в размере 2 миллиона 700 тысяч рублей. За достижение ранга Crown Master вы получаете путешествие на четверых на 10-11 недель, корпоративная кредитная карта с балансом 2-270 тысяч рублей в месяц. И также денежное вознаграждение в размере 16 миллионов рублей, разовое денежное вознаграждение и машина класса люкс. За достижение ранга Imperial Master вы получаете путешествие на четверых на 10-11 недель, машина класса люкс, корпоративная кредитная карта с балансом 550 тысяч рублей в месяц. Разовое денежное вознаграждение в размере 55 миллионов рублей, бесплатная аренда офиса, личный ассистент, ну и разово 55 миллионов рублей. Вот такие подарки дарит компания за достижение разного уровня мастерства. И последний вид вознаграждения это вознаграждение образовательным центром. Это касается только тех партнеров, которые открывают свои образовательные центры. Через эти образовательные центры проходят все посылки, то есть образовательные центры занимаются выдачей посылок, а также проведением обучения, мероприятий и так далее. Так вот, компания платит руководителям образовательных центров 6% PV всего товарооборота, который проходит через центр. То есть все посылки, которые проходят через данный центр, вот от стоимости всех этих посылок выплачивается 6% образовательному центру. Вот такие вот виды вознаграждения существуют в данной компании.